Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 47-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Meuse». В этом уроке я хочу вам показать виджет, с помощью которого вы сможете отобразить на вашем лендинге какое-то сравнение до и после. То есть вот визуально можно сейчас наблюдать. То есть у нас, например, имеются две картинки, да? Одну я сделал черно-белой, а другая цветная. И вот таким образом можно смотреть. Здесь может быть все, что угодно. Данный виджет позволяет делать как вертикальную вот эту линию, которую мы перемещаем мышкой, так и горизонтальную. Также можно задать ей цвет. Не обязательно ей быть пунктирной. Можно двойной. И толщина этой линии управляется. Цвета, соответственно, вот этого ползунка тоже полностью меняются. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настроечки данного виджета. После того, как вы виджет перенесли на холст, у него почему-то рамка есть в 20 пикселей серого цвета. В принципе, ее можно здесь отключить. Давайте зайдем в настроечки. Первое поле ID. Оно нужно нам для того, если вы будете располагать вот этот виджет на одной странице несколько штук. То есть у каждой следующей копии вы просто меняете один на уникальный. Следующая опция говорит нам о том, как мы хотим расположить наш ползунок. То есть сейчас он был у нас горизонтальным, можно сделать вертикально. Давайте сначала загрузим изображение. То есть у нас ниже представлены две ссылки. Нам нужно загрузить одинаковое изображение, только в разных цветовых гаммах. Чтобы было видно сравнение. Кликаем добавить. И в первое изображение я добавляю цветное изображение. А во вторую ссылку я добавляю черно-белое. Изображение у меня меньше, поэтому я ползуночки сдвигаю до размеров изображения. Даже сейчас видно, какой у нас ползунок и как он будет работать. Давайте сразу посмотрим в браузере. То есть изначально он у нас выглядит вот так, да? Значит, вот можете сделать вертикально, если хотите. Теперь у нас ползунок будет двигаться вверх-вниз. Сможем двигать. Дальше. Вот эти настройки, они полностью относятся к нашему вот этому ползунку. То есть радиус 50, если поставить 0, она у нас будет квадратная, а не круглая. Заливка ее. Выбираем какой-то свой цвет. Заливка при наведении мыши на данный ползунок. Сейчас видно, она стала желтая. При наведении пускай будет темно-зеленая. А Рост Колор, это у нас, видно там две стрелочки такие. Делаем темный цвет, потому что у меня светлый бэкграунд. И при наведении я делаю их светлыми. Потому что при наведении бэкграунд темный. Все очень просто. Дальше. Настройки вот эти относятся именно к нашей линии, вот которая разделяет наше изображение. Здесь в списке можно выбрать двойная, точками и сплошная. То есть вот если точками, это будет нижняя. В принципе, я возьму вот первый вариант. И также ей можно назначить цвет. Я возьму светло-желтый. И также толщина вот здесь вот данной линии управляется здесь. Вот видно, она стала здесь намного толще. И последняя здесь опция. Это, смотрите, вот верхнее положение. То есть изначально по умолчанию где находиться разделяющая вот этой линии. Если, например, мы сделаем 300. Сейчас мы сразу можем увидеть это в режиме редактирования. Видно, что ползунок у нас сместился. Давайте попробуем сделать 500. Вот вы видите, ползунок сместился в правую часть. Но только здесь уже лишнего. Вы видите, у нас тут такой получился зазор. Оставляем здесь 200. Ну и нижний параметр. Можно поиграться. Поставлю 300. Ну 300, конечно, уже лишний. У нас ползунок совсем ушел вниз. Попробуем 200. Вот так уже лучше. Здесь нижний параметр, он, это отступ сверху. То есть у нас теперь большая часть изображения черно-белая. Может быть, в каком-то случае это больше подойдет. Давайте посмотрим. Смотрим в браузере. Вот видно, что большая часть изображения у нас черно-белая. И вот так вот у нас все работает. Здесь у нас немножко уходит за края, потому что вот здесь вот надо, наверное, поставить 100. И за ползунок укоротить область. И теперь посмотрим. Вот теперь у нас все ровненько. На этом урок я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok